Всем доброго дня! Сегодня мы разберем с вами, как в PDF-документах заменять текст, чтобы при этом не слетало выравнивание и, соответственно, не слетал шрифт, который в PDF-ке уже есть. Для этой цели мы будем использовать Adobe Acrobat. Adobe Acrobat, как я считаю, может быть совершенно любой версии, которые после 2000-х уходили. Мне кажется, функционал, который нам потребуется, у них есть. Так, важное замечание. В процессе видео вы заметите то, что около мышки, около курсора точнее, появляются то красненькие кругляшки, то синие кругляшки. Соответственно, если я буду щелкать левой клавишей мыши, то они будут красные, как сейчас. Если я щелкаю правой клавишей мыши, то они синенькие. Соответственно, двойной щелчок — это будет много красных колец вокруг мыши. Ориентируйтесь на них. Нажимаем файл «Открыть». У нас окошечки все одинаковые, как и в другом PDF-ридере. Однако в Acrobat текст можно заменять. Альтернативу Acrobat пока я не нашла. Может быть, появился какой-то еще онлайн-ридер, которым можно менять. Давайте ради примера возьмем одностраничный документ. Вот. Давайте для примера отредактируем текст с именами. Например, у нас взял... Ну, Версальчик. Например, ошибся. И у нас выступает не Сергей Беликов, а Иван Беликов. Так, щелкаем... Ну, на то место, на тот текст, который хотим поменять. Нажимаем «Изменить текст». И пишем тут, выделяем, пишем «Иван». Иван. Либо, например, у нас вообще... Вот запятой тут, кстати, нет, да? Там запятую. А Иван Беликов у нас вообще передумал. И мы захотели еще Илью Бажину перенести, чтобы полностью фамилия была. Отредактировали. Когда щелкаем на другом пространстве, будьте внимательны, потому что мы помимо текста еще можем выбрать картинку, то есть фон. Фон иногда состоит из нескольких слоев, то есть из нескольких картинок, наложенных друг на друга. Вот, например, мы убрали выделение, щелкнули на другом месте, у нас выделился фон. Если мы случайно вот так вот подвинули, то вот он у нас сдвинулся, часть фона. Нажимаем «Редактирование», «Отменить действие». Например, здесь хотим мы поменять время. Перенесли у нас концерт на 13.00. И вообще на июнь. Вот. А следующий концерт... Вообще, например, одна часть только есть. Соответственно, можно эти все блоки переносить. Вот. Но желательно, конечно, заменить только текст, потому что все-таки афишка как таковая, она уже сверстана, то есть составлена. И, соответственно, лучше какие-то небольшие элементы менять, чем заменять полную картину. То есть чисто теоретически мы можем еще и поработать с картинками, то есть картинки заменить. Но это немного сложнее, то есть здесь есть «Добавить изображение» или где-то было «Заменить», «Добрезать изображение», «Заменить изображение». То есть здесь нужно быть внимательными, чтобы пропорции изображения, вот здесь в этой афише, оно определенной пропорцией. Соответственно, чтобы другое изображение, на которое вы хотите заменить, было тоже примерно такой же пропорции, либо можно обрезать изображение, которое вы, например, хотите вставить. То есть пропорции картинки сжимать или расширять нежелательно. То есть вот если, например, взяли, так сжали, но это смотрится уже менее эстетично, чем если она пропорционально верно стоит. Или, например, вот так вот сжали, потому что не очень хорошо. Особенно если там, например, лица изображены, людей. То есть это будет смотреться хуже намного. Так, а теперь давайте поставим обратно. И вот мы заменили здесь. Например, еще вот тут вот поменяли. Например, ставим университет. У меня ли теперь нам нужно сохранить? Обратите внимание, в данной афише есть два текстового блока с обводкой. То есть это название, текст обводка идет, соответственно, его посложнее будет редактировать. И название организации и название самой творческой программы. То есть в других PDF-документах может быть все немножко по-другому. Если у вас происходит вот такая штука, то что вы убираете часть, а оно там остается, значит, это был текст с обводкой. Если такое произошло, то есть два варианта решения этой задачи. Либо, например, вы все-таки убираете часть и потом убираете кусочками на свой страх и риск. Сейчас вот ровно перенеслось, я зажал клавишу shift. Так. Вот таким вот образом аккуратненько убираете это все, да? А потом выравниваете еще. Потому что сейчас вот оно будет не совпадать. Уже здесь вот. Хотя, в принципе, должно совпадать. Вот с клавиши shift оно ровненько передвигается обратно, да? Все равно уже немножко, немножко сдвинулось. Так. И второй вариант. Второй вариант, он, конечно, немного радикальнее, но можно как сделать? Просто удалить вот этот вот нижний слой из обводки. И оставить это все дело с более тонкими, с более тонкими линиями. И выбрать текст пожирнее из того, что предлагает нам Adobe Acrobat. То есть, вот, соответственно, то же самое. Это я нажимаю Ctrl-Z, чтобы отменить это действие. Соответственно, и здесь, да? То есть, то мы выбрали, например, вот у нас сама программа предлагает вот такое решение. То есть, толщина не ушла практически. Единственное, сейчас я раз повторяю, что мы сделали, да? Выбрали, выбрали текст и нажали вот полужирный. И он у нас сразу стал немножко пожирнее. Соответственно, здесь тоже переносим вниз и удаляем обводку. Так, еще раз повторюсь, какие нам клавиши здесь нужны будут на клавиатуре? Во-первых, это клавиша Shift. Она позволяет перенести вот так вот ровненько. Ой. Это переносится. Вот. То есть, у нас по горизонтали и по вертикали это переносится, объект. И второе клавиша Ctrl-Z. То есть, она отменяет действие. Вот она. Активы не отменить. Теперь, когда мы наменяли и нас устраивает все, мы нажимаем файл. Сохранить как. То есть, если вы нажмете файл сохранить, то, соответственно, он сотрется, тот исходник. Поэтому лучше все-таки нажимать файл сохранить как. Вдруг вы захотите вернуться к исходнику. Тут обзываем, соответственно, название тоже лучше давать, соответственно, приоритет, или название мероприятия. то есть давать так, чтобы не запутаться. Через год, например, вернетесь к этой афише, и чтобы все по названию было понятно. Нажимаем сохранить. Задумался, сохранил. Так, теперь у нас получается есть новая PDF-ка. Теперь давайте попробуем. Если, например, типография говорит, мы можем вам распечатать вашу афишу из картинки JPEG. Например, PDF нам не нужно. Нам нужна только картиночка. Ну, что мы делаем? Нажимаем файл. Сохранить как другой. Или, наверное, на английском языке это будет Save as like other или Save as что-то типа этого. И здесь ищем изображение. Вот так, сейчас подвину. Еще, чтобы было видно. изображение. Вот. И выбираем самый первый JPEG. Можно еще выбрать, конечно, TIFF. Ну, сейчас мы рассматриваем такой версии Lite. И вот у нас предлагает сохранить. Кстати, вот, когда JPEG выбираем, можно еще тут формат тип файла выбрать еще. Так, стройки. вот, заходим настройки. И здесь обнаруживается. Так, страница, в которой содержится изображение, что это на всю страницу будет оставлено без изменений. Параметры файла в градациях серого среднего качества. ставим на всякий случай, везде качество выше, чтобы у нас никаких квадратиков в пикселе было не видать. Так, соответственно, формат, формат базовый. Вставляем. Управление цветом. Если вам типография говорит, вот у нас есть профиль, установите его на компьютер, и вы можете здесь этот профиль поставить на компьютер. Тут он будет встроить профиль, выбрать этот профиль, скорее всего. Так, преобразование этого пространства определять автоматически. разрешение. Ух ты, какое интересное разрешение. Так, разрешение давайте оставим автоматически и как раз посмотрим, что у нас будет. Снимаем ОК и Сохранить. Так, вот не пугайтесь, если что-то немножко подвиснет. Вот снизу здесь, вот в этом месте возникает такая полоса прогресса, что он сохраняет. Обратите внимание на нижнюю часть, когда будете сохранять. Теперь. Ну как, ну на грани, да? но еще зависит от того, какого размера у нас будет афиша, то есть вот эта афиша, которую мы забираем, она будет от третьего размера, соответственно, это у нас примерно вот так, наверное. Если такого размера вроде бы относительно ничего. Если, конечно, приближать, она же не будет у нас запланированного такого размера, естественно, лучше для того, перед тем, как запускать тираж, перед тем, как запускать тираж, провести тестовую печать, если это возможно, конечно, то есть у разных типографий немножко разные правила, но если у них есть такая опция, как с дополнительной, может быть, небольшую плату распечататься вначале пилотный экземпляр один, а потом запустить только уже серию из тысячи экземпляров, то лучше все-таки пилотный экземпляр сделать и посмотреть, как это все будет. Если, например, вас не устраивает то, что они квадратикой мотрируют так вот, лесенкой, то вот когда вы сохраняете в JPEG, нужно выбирать все настройки максимально, которые только возможно, тогда я так подозреваю, что таких пикселей не будет. Но если, естественно, если у вас файлик изначально маленький, то есть, например, билет, ну, билет, какого он размера? А6 или А7, вот, совсем маленький, и вы хотите из этого билета сделать афишу, такой, билборд, 3х6 метра, то даже если вы поставите максимальные характеристики, ничего не получится. Вот. Все это надо учитывать. Ну, в принципе, все, что я хотела сказать о PDF-ках, я сказала. Поэтому спасибо за внимание. До новых встреч, товарищи! субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok